Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас видео-покупочка долгожданных двух магических хаффлингеров. Не знаю, сколько времени прошло с тех пор, как они покинули Юрвик, но мне кажется, что для меня это прошла целую вечность. Так как в прошлый раз, а это, наверное, действительно год назад, я точно не помню, я не могла позволить себе их купить. У меня не было достаточно старкоинцев, поэтому мне пришлось отпустить данных лошадок, отправиться обратно в Диколесь или в свои иные дикие земли. Так, вот они наконец-то. Не думайте, я их покупаю не исключительно ради магической масти, нет, мне больше нравится их городская масть. Что уж у Атеи, ну такая вот очень красивая, почему таких мустангов не сделали? И у Химеры тоже мне очень нравится городская масть, такие прям плюшечки, не могу, лесные. Да, именно поэтому я сегодня приоделась в таком неком стиле. Также у них еще есть питомцы, две лисички, но они меня не интересуют. Они, конечно, очень прикольные, дикие, мистические, но меня ждут только лошадки, я очень сильно их хотела. Так, и теперь надо покупать. Они стоят недешево, столько же, по-моему, сколько и обычные хаффлингеры, 900 старкоинцев. Ой, да, у меня, кстати, нету пока ни одного хаффлингера. Я думала, что моим первым хаффлингером на основе станет магический, которого вы могли видеть в спойлерах к Хэллоуину. Но нет, данные волшебные существа вернулись намного раньше, чем наступил Хэллоуин. Так, что ж, давайте выбирать. Это у нас, наверное, будет взрослый жеребец. И сейчас будем думать, как его назвать. Хочется что-то такое мистическое. Мистик. О, так, мистик. И, по-моему, сейчас, Эмиральд. Хочу Эмиральд, потому что, если я назову его Эмиральд, то это будет как мистический изумруд. Эмиральд это же, по-моему, изумруд с английского в переводе, если я не ошибаюсь. Ладно, пусть тогда здесь будет мистическая фея. Фей, мистический фей. Ну, в общем, фея только мужского рода. Хотя я хотела его изумруд назвать. Может быть, здесь тогда есть. Изумруд. Так, Эмиральд. Эмбер. Вот! Эмиральд мистик. Да, давайте назовем Эмиральд мистик. В простонародье на русский язык переводя для нас с вами это будет мистический изумруд. Вот такой вот красивый взрослый жеребец. Мистический изумруд. Прическу менять нельзя. Но в этом случае оно и к лучшему. Так, 900 старкоинцев. Хофлингер, моделька третьего поколения. Покупаем... Наконец-то! Спустя столько времени! Спустя столько времени! Наконец-то! Я купила вас! Лапушки мои мистические, сияющие в ночи. Так, отправить тебя в конюшню. И теперь мы покупаем твою подругу! Это будет уже кобылка у нас. Это кобылка. Значит, химера. Тоже будет взрослая, но кобыла. И вот тут надо сейчас подумать, как ее назвать, потому что идей нету вообще. Так, здесь очень странное имя, но меня она устраивает. Это будет земляное копыто. Не знаю. А может быть осеннее лучше? Аутум у нас есть? Осеннее? Или нет? Было бы очень классно. Имен сейчас столько много, что всех не запомнишь. О, вот, 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 все, я придумала. Сейчас, одну секунду, ребята. Я вначале хотела назвать ее земляное копыто, но потом увидела, вгляделась, скажем так, в ее желто-оранжевые крылышки, в осенние листья, в гриве и в хрости, и поняла, что я хочу, чтобы это была кобыла осенний листок. Вот, все, идеально, идеально. Да, тебе даже нравится. Итак, взрослые кобыла третьего поколения на основе Хаффлингера, осенний листок. Покупаем 900 старкоинцев. Ой, даже не верится. Жалко, на Юрвике у нас нету вот такого же эффекта, как зима, только осень. Чтобы можно было сделать все золотисто-оранжевым, в осенних листочках, чтобы ветерок какой-нибудь гулял. Ну, и да, кто-нибудь скажет, что для этого есть решейд, к примеру. Ну, ребят, я им не пользуюсь и не хочу начинать, наверное. Мне больше игрушка нравится в своей родной стезе, в своем родном стиле, графике. Хотя я не спорю, фотки с решейдом получаются очень классными, но нет. Нет, вот, вот, нет. Не знаю. Наверное, потому что не моё. Так, а мы тем временем уже в конюшенке. Так, мы оставляем нашего дартмурского пони здесь. Да, он все еще не докачан, но ничего страшного. Я успею, я успею его докачать, все будет хорошо. Так, вот они. Эх, Майя, Майя, опять ты устала и спишь у меня в дыниках, как и у всех игроков. Здравствуй, боже мой, какая ты красивая. Надо будет обязательно покататься на тебе ночью по мистфолу и без всяких перемоток времени. То есть действительно поздно вечером сесть, зайти и поехать кататься. Да, я думаю, тебе это понравится. Тем более, в лесах вам наверняка гораздо комфортнее, чем в деревянной конюшне. Благо, что не полностью бетонный. Так. Ага, у нас очень поломанная анимация с маханием копыта, точнее ножки. Очень поломанная. Но мы все равно получаем второй уровень. Даже больше 2,5, наверное. Так, и мы то же самое проделываем на осеннем листочке, на копылочке. Да, она, мне кажется, такой вот осенняя теплота. То самое осеннее тепло, которое, ну, точно вызывает какие-то хорошие эмоции. Теплый, к примеру, осенний денек. Мне кажется, вот это оно. У нее еще косички нарисованы. Нарисованы косички в гриве. И у меня закончилась вода сейчас, ребята. Я хочу выполнить целиком и полностью уход. Чтобы лошадка была счастлива полностью. Мне иногда не хватает одного ведра с 12 ведрами воды. Мне иногда хочется еще одно на 12 ведер. Так. Возвращаемся. И даем водичку. Ой, нет, они такие еще плюшевые. У них грудь такая плюшевая. И ушки. Так, все. Мы повышаем ее тоже до второго уровня. Так, и я не знаю, если честно, на кого сесть, потому что городские масти и у той, и у другой просто шикарны. Давайте, кстати, на них посмотрим. Вот такая вот лошадка на моделях Хаффлингера. Да, я это повторяю в течение всего видео. Но мало ли, мало ли. Никакие спецанимации нам сейчас и недоступны. Да и, по-моему, их и нету никаких. Так, сейчас седьмой уровень. Она просто становится чуть быстрее. И все. Да, никаких специальных отдельных команд породы у нее нет. Потому что их нету и у Хаффлингера. Так, и мы, 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 мы. Где, где на тебе переделать можно масть твою? Вот, да, все, только сидя. Какой хороший, боже мой. Я, когда их увидела в прошлом году, точнее в год выхода, скажем так, безумно хотела, чтобы нам сделали с похожей мастью мустангов. Очень сильно хотела. Конечно, мне не нравятся крылья у этих магических лошадок. Но мне очень сильно нравятся рога. И безумно люблю вот эти вот городские масти. Просто посмотрите, какие очаровашки. Какая парочка. Очень красивые лошади. Не знаю даже на кого сесть. Просто, чтобы продемонстрировать, как на нем смотрится персонаж. Не знаю, это сейчас осень. Давайте сядем тогда на кобылку, на осенний листок. Потому что она больше сейчас походит по тематике. Ой, не могу прям. Ребята, я, если кого-то пугают мои большие эмоции, скажем так, их передоз, то извините, но да, я так реагирую на тех лошадей, которых я не могла купить целый год точно. Или на тех лошадей, которые мне очень сильно нравятся. Вот такие классные. Это, кстати, да, я впервые в жизни на этом аккаунте села на хаффлингера. Можете меня с этим поздравить. Поэтому обзор немножечко на алюры. Вот такой вот у нас шаг. Рысь. Такой прыгучий. То есть мы едем в рысе слегка подпрыгивает лошадочка. Пружинит, скажем так. Манежный. Манежный, кстати, мне очень сильно нравится. Я не беру хаффлингера обычного, наверное, из-за его саловой масти. Точнее, ну, как бы, не знаю. Не чувствую я чего-то особенного в обычных хаффлингерах. Но вот в этих магических, извините, тут мое сердце не выдержало. Дальше у нас голуб. Вот такой немножко механический, мне кажется, по анимации. Быстрый голуб. И... Ай, и самый быстрый голуб, который сейчас очень быстрый. Как бы не вылезет запретил из загона. Остановка. Очень резкая. Вот так вот мы гладим. Немножко все поломано. Осаживание. Дыбы. Дыбы очень классные. Да. Для фоточек, я думаю, кстати, подойдет. Если бы не пиксельные тени. Очень довольна данной лошадкой. Сейчас посмотрим еще прыжочек. И вот такой прыжок. Но не забываем, что это пока что только наш второй уровень у лошади. То есть она будет еще быстрее. Прыгать, наверное, будет еще выше. Ну и просто будет намного лучше в езде. Хаффлингеры в ССО рекомендую для выездки. Ну и в конкурсах тоже можно брать. Но чаще всего, наверное, выездку. Если взять процент от всей породы, больше, наверное, да. На дрессаж берут. На выездку, на соревнования. Очень красивый экстерьер. Красивая анимация. И даже с шишечками, с короткой стрижкой. Как я могла видеть на другом своем аккаунте. Эта лошадь тоже смотрится очень мило. Но и при этом спортивно. Так что на этом все. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я очень рада, что спустя год, наконец-то, я смогла купить этих двух лошадок. Буду их постепенно качать. Надеюсь, успеть это сделать до начала зимы. Потому что зимой... Даже нет. Какой зимой? Осенью? В Хэллоуин? То есть уже вот через несколько недель у меня ждут новые магики, которые я тоже хочу покупать. Ой, когда всех качать, не знаю. Но придется постараться, придется успевать. Так что на этом все. Покупочка подошла к концу. Спасибо, что были со мной. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок. Чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока. Удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Ну какая ты классная! Я не могу! Может быть, кстати, после того, как я покатаюсь на этих магиках, я захочу себе купить обычного базового хаффлингера. Спасибо! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...